Ты режешь огурец, пахнет на всю квартиру. Здесь нет, не ожидайте такого эффекта совсем. Просто предполагается, что это же Азия. Должно быть дешевле, но никогда не так. Если бы я себе-то не знала варила рис, готовила тофу, то я думаю, что я писалась бы в более бюджетный вариант. Единственное, что цены не супербюджетные, но Бали, Бали он и не будет теперь никогда уже дешевым. Друзья, всем привет! С вами Кристина Левина, путешественники Драгент. Сегодня хочу поговорить с вами про цены на Бали. Я приехала на рынок, с него я и начну. Расскажу, сколько стоят здесь фрукты и овощи. А дальше расскажу про многочисленные кафешки и какие же цены там. Также скажу в целом, сколько у меня уходит месяц на еду, так что обязательно смотрите этот выпуск до конца. Также постараюсь кратко, как обычно, чтобы максимально пользы. И напишите в комментариях, понравится вам такой концепт или нет, потому что я привношу больше лайфа. Лайфа, лайфа. Картинка, правда, наверное, не такая, как обычно, но... Вот такие вот рыночки. Типичная история для Бали. Здесь можно купить много чего. В основном фрукты и овощи. Но вообще, если честно, к местным овощам у меня большие вопросы, потому что помидоры не ароматные, огурцы безвкусные. Но морковка, зелень, как бы здесь все это окей. Но если сравнивать даже с той же Грузией, например, там ты режешь огурец, пахнет на всю квартиру. Здесь нет, не ожидайте такого эффекта совсем. Здесь, мне кажется, здесь нужно кушать фрукты и зелень. Не помидоры и не огурцы. Ну вот, например, морковка, помидоры 160 рублей за килограмм. Вот такая вот зеленушка. Примерно 120 рублей за килограмм. Ну да, как понимаете, тут же можно купить вещички какие-то. Что по ценам у нас? Ананасик вот такой вот стоит примерно 65 рублей за штучку на рынке. Вот такой вот драгонфрут стоит 150 рублей за килограмм. Арбузики дорогие. Арбуз выходит в среднем под рублей 350. Мангустины стоят за килограмм примерно 150 рублей. Бананы, кстати, 60 рублей за килограмм. Авокадо стоит килограмм 180 рублей. Но если посчитать поштучно, то штучка на рынке стоит примерно 65 рублей. Что тоже окей. Вот он, фруктовый рай, вы посмотрите. Папайя, кстати, самая дешевая 60 рублей килограмм примерно стоит. Это супер. Помело здесь стоит примерно 80 рублей за штучку. Но арбузы 50 рублей за килограмм это как-то уж очень, мне кажется, очень. Ну и, конечно же, ребята, конечно же, излюбленный всеми фрукт. Манго. Манго здесь стоит где-то 180 рублей за килограмм. То есть одна штучка, ну, около 80 рублей выходит. Все приезжают и кушают манго, папайю. Ну, папайя вообще получается дешевая, да? Там, ну, она как раз, вся папайя полностью рублей, наверное, 80 выходит. Манго выходит одно, там 80 рублей. Мангустины, футболкило, берешь тоже где-то 100 рублей. Ну, в целом цены нормальные. По поводу яиц, яйца стоят 17 тысяч, это где-то 80 рублей. Упаковочка 5 килограмм риса стоит приблизительно 300 рублей. Вот еще, ребята, здесь популярна вот такая вот история. Это темпо и тофу. Для вегетарианцев это замена белка. И стоит 5 вот этих штучек или одна вот та 30 рублей. В принципе, цены вполне адекватные. Не так как дешево, как было, наверное, несколько лет тому назад. Но, как бы, вот так вот. Все немножечко меняется, но в целом, как бы, продуктовая линейка не дороже, чем в России. Ну, что, ребята, поехали дальше. Мы пришли в пепито с вами, ребята. Булочки выкладывают. Вот этот куросант стоит примерно 100 рублей. Ой, нет, вру вам. Уже где-то 160. Пепито один из самых больших выборов всего. Но продукты стоят не супер дешево. Но, в принципе, здесь и нет каких-то супермаркетов, которые были бы супер дешевыми, вы знаете, нет. Масло по стоимости примерно 480 рублей. Что здесь сырые у нас пошли? Сырые тоже самое. Вот какой-то сыр в районе 1000 рублей. Йогурты. Вот эта вот пачка самой популярной йогуртов стоит, ну, примерно 650 рублей. Кстати, я в пепито всегда покупаю разную зелень, потому что на рынках не всегда есть вот такая, какая мне нужна. И тут абсолютно разная. Ну, вот таких вот 2 штучки выйдет на 100 рублей. Алоэ. Ну, зелень как бы еще более или менее. По цене фруктов иногда я покупаю здесь, потому что цена не сильно отличается от рынка. Ну, вот по авокадо, да, 100 грамм стоит 25 рублей. Ну, то есть вот такой вот авокадо выйдет у вас сейчас приблизительно рублей на 80, наверное. Раньше, конечно, было подешевле, но сейчас вот так вот. Драгонфрукты килограмм тоже там в районе 20 рублей. Дурианы. Господи, тот, кто не любит дурианы, тот не я, я обожаю дурианы. Но это дорогая штука, 300 рублей. Вот мангустины тоже по цене 25 рублей за 100 грамм. Это получается за килограмм 250. Ну, да, наверное, не бюджетно. Хотя нормально. Алкоголь. Тоже отдельная история про алкоголь. В среднем от 1000 рублей начинается вино. Такое. Не самое, конечно. Я немножечко опять после косметологических процедур. Ребята, не пугайтесь. Упаковочка вот такого вот риса стоит приблизительно 130 рублей. Нет, вру вам, 180 рублей. Оливковое масло нормально, как у нас, в принципе, стоит в районе там 350 рублей можно найти. А, есть, кстати, один из моих любимых шоколадов. Вот он такой вот. Раньше он поц, назывался сейчас по-другому. И этот шоколад, кстати, стоит в районе 500 рублей. Что могу сказать? Что цены здесь как бы, ну, не бюджетные. Есть какие-то продукты, наверное, которые стоят более или менее окей. Но в целом нет такого, что прям как бы супер-чип. Нет, нет. Все, мне кажется, так же, как в России стоит, столько же стоит и здесь. Просто предполагается, что это же Азия. Должно быть дешевле, но нифига не так. Пиво. Может быть, вам интересно, сколько стоит пиво. Пиво стоит вот такая вот баночка. Это местный их бренд в районе 200-230 рублей. Давайте посмотрим, сколько же это стоит молоко. Вот такими штучками я покупаю иногда. Оно стоит 25 рублей. А, нет, 30. Ну, пакеты, конечно, стоят подешевле. Пакет такого молока стоит 170 рублей литр. Пиво, пиво, пиво. Ну, пиво, кстати, видимо, тоже не бюджет. Ну, алкоголь, кстати, на Бали такое. Вино прям стоит нормально. Ну, и пиво тоже, да, 200 рублей. Сырые, сырые. Если вам нужно бри, что-то такое, то стоит 700 рублей. 680 рублей. В общем, это магазин Тепита. Есть еще Фестиво популярные магазинчики. Есть еще Бинтанг. Они все примерно одного плана. Здесь вот можно купить мясо, какую-то рыбу. Да все, что угодно можно купить. Здесь хорошие продукты и выбор. Ну, как бы по ценам вы понимаете, да, вот яйца, например. Кстати, есть вот за 18 это где-то 150 рублей вот одна вот такая вот штучечка, 10 штук. Килограмм арбуза стоит, кстати, вообще недорого. Но вот такая вот штука стоит приблизительно 65 рублей. На рыночках на самом деле не могу сказать вам, что сильно все дешевле. Примерные цены такие везде. Сейчас расскажу вам про местный общепит. И напоминаю, что я туристическое агентство. Если вам нужна помощь в оформлении визы на Бали, пишите ссылочка внизу в описании. Все поможем, сделаем, потому что я здесь все знаю, все делаю вот так вот. Что касаемо еды, да, я вам рассказала сейчас про овощной рынок. Рассказала про, как, что стоит в магазинах. Про кафешки. Кафешки здесь абсолютно разные, на любой вкус и цвет, пожалуйста. Хотите вам есть варунги, где стоимость блюда от 150 рублей? Хотите, пожалуйста, есть кафешки вот такого плана, как Копенгаген, как Тумуц, Чинта? Ну, в общем, огромное количество кафешек, где вы можете найти то, что вы хотите. Любите ли вы буррито или шаурму? Пожалуйста, следите за здоровьем и хотите питаться боулами. Боулы – это вот такая вот миска, состоит из зелени, овощей, орешков. В общем, супер полезная еда. Иногда я такую выбираю тоже, слежу за своим здоровьем, так сказать. Но в среднем цена в такой кафешке за один прием пищи – 1000 рублей. Сейчас я вам расскажу о том, где, как я покушала и сколько мне это стоило, вкусно или невкусно. Но в целом на Бали вообще абсолютно есть разные заведения. Вы действительно можете питаться в Арунках за 150 рублей, а можете вот в дорогих ресторанах, как в последнем я была с морской кухней, Сан-Тенеро, по-моему, называется. Место, ну а ценник дорогой. Мы отдали за ужин примерно 12 тысяч рублей. При этом это было по блюду, потом два стартера и по бокалу аперитива. Все. Есть и адекватные кафешки вот такого плана, где блюда, ну, где вы уложитесь примерно с напитком блюдо и напиток – 1000 рублей. Есть, конечно же, места вечернего плана европейского даже, как Ривьера, Милану, к примеру, да, где вы приходите, и там есть и коктейли, есть там хороший выбор вина, закусочки, все очень стильно, красиво, вкусно, более европейский уровень. Такие кафешки, типичные балийские, где мы приходим, там вот, можем валяться, работать, они немножечко попроще стоят, поэтому подешевле. У меня выходит на питание в среднем 40 тысяч рублей в месяц, и я не готовлю дома. От слова совсем, ну, как-то так получается, мне-то некогда, то еще что-то. И это, если честно, мне выходит и экономичнее даже, потому что мне один прием пищи, ну, даже можно вписаться, да, в 500-600 рублей я кушаю два раза в день, завтрак и ужин. Я не кушаю после 7 часов стараюсь, поэтому удачно вписываюсь в два приема пищи. То есть я поеду на рынок, куплю зелень, куплю то-се, то-се, и у меня получится все равно сумма 1000 рублей, я отдам. А здесь я прихожу и заказываю там на 600 рублей, я тоже поела, и, ну, как бы, мне, в принципе, окей. 40 тысяч рублей у меня уходит, я не особо экономлю, ну, то есть что хочу, то и беру. Я не ем мясо, не пью, и поэтому, может быть, ну, тоже как бы получается, поэтому адекватно. Если бы я покупала, да, если бы я себе, да, не знаю, варила рис, готовила тофу и только овощи употребляла, то я думаю, что я вписалась бы в более, ну, бюджетный вариант. Но если бы не экономить и вот смотреть объективно, то я бы рассчитывала на эту сумму, если вы пьете алкоголь и кушаете три раза в день, я бы эту сумму еще увеличила. Ребята, еще раз, я делаю визы не только на Бали, но и в Штаты. По всему миру очень сложно это сделать, в Индонезии пока что более или менее. По большому секрету вам ссылочка также внизу, пишите запрос, помогу. Ребята, ну, чтобы вы понимали уровень моего к вам доверия и вообще вы видите, в каком я виде. Это я просто после чистки приехала, со мной все в порядке, но просто то, что я выхожу в эфир к вам, вот такая даже. Это говорит о том, что вы просто моя уже фэмили, понимаете, никак по-другому. Все супер полезное, спаржа, овощи, киноа и все прочее. На самом деле здесь в кафешках есть абсолютно все разное. Можно найти и бургеры, и стейки, и суши, и все, что хотите. Я периодами стараюсь следить за своим питанием, и поэтому вот это заказываю. Вот это блюдо у меня стоит примерно 700 рублей, чай примерно 300 рублей. Вот это все в совокупности стоит 1000 рублей, вот, и в среднем прием еды примерно так и будет стоить. Иногда в некоторых кафешках в Чангу цены за блюдо 1000 рублей. Но есть в Орлунге, где вы можете покушать за 150-200 рублей блюдо, вот. Без проблем, просто там будут и такие порции, не так все красиво, не так все полезно. Но, тем не менее, рис, да-да-да-да, овощи тоже с топом. Если вы супер следите за здоровьем, все, можете, это просто мекко на Вали, потому что есть блюдо М3, все, хелфи, эко, зош, пожалуйста. Если вы вне этого, есть и стейки, как я уже сказала, и все остальное. Если вы любите шум, какие-то вечеринки, повеселиться, алкогольных баров, классных здесь тоже много в Чангу, да, например. И в Семиньяке есть классный ресторан, и чуть ли не высокая кухня. Поэтому здесь вообще есть абсолютно все на любой бюджет. Они переживательные, но единственное, что скажу, конечно, что не супер дешево. Ну, во-первых, то, что и рубль курс, и во-вторых, это все-таки Бали. И цену здесь не сказать, что супер, а бюджетные. Сегодня, ребята, мы в Нук. Заведение, которых в Чангу, кстати, много. Довольно такого плана, вы видите, видно рисовые поля. Правда, они немножечко выжжены, потому что уже что-то у нас осень. И вот такое все в стиле, знаете, небрежной Бали. Все плетеное, все очень красивенькое, стильненькое, много зелени в заведении. Вот это типичное такое балийское местечко. Сегодня у нас с девчонками здесь завтрак. Я вам рассказывала про женские курги, вот они в деле. Так, брекфаст. Сколько здесь стоит? Например, каша стоит примерно 450 рублей, омлет стоит также. Есть смоксельман бэгл, это булочка с крем-чизом, с лососем, стоит в районе 600 рублей. Ну, то есть вы понимаете, что в среднем, опять же, в 1000 рублей вы уложите, если вы возьмете блюдо и напиток какой-то. О, ребята, обожаемый мною вегетарианский рамен. Вкусненько. Ммм, мой любимый. Я люблю в нем, что здесь овощи поджарены на гриле, они прям пахнут еще пастром, что много овощей, что очень полезно. Огнем прям пахнет. Очень люблю этот суп. Что по ценам, да, ребят? Я заказала там ямчик. И рис дополнительный. Все это стоит 850 рублей. И это как бы цена окей для Бали. Я сейчас в тайском местечке, по-первых, если здесь буду пробовать, сейчас расскажу вам, вкусно или нет. Что-то он не очень большой, если честно. Я довольна. Не я, довольна. Такого супа. О, боже мой. Это прям мордочка дракона. Я в шоке. Ну что, ребята, мы в новом местечке. Бьем фреш. Место называется Синканах. Почему я сюда прихожу? Потому что есть классный вариант здесь взять боулы. Куча салата, и можно добрать как вы хотите все. И это стоит здесь недорого. Такой боул в районе 400 рублей. А обычная его цена, наверное, 650. Вот она моя кастрюлька салатика. Обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, потому что я стараюсь вам дать всегда максимум полезной информации и не рассусоливать, а по пунктикам. Надеюсь, у меня это получается. Также рассказываю, какие страны открываются, как туда попасть. Мальдивы, Эмираты, Турция, Египет. Все также в трендах. Все. Путешествия есть. Также есть Европа. Надеюсь, скоро будут выпуски оттуда. Поэтому подписывайтесь на канал. Рассказываю, как путешествовать. Всех люблю. Всем требую. Ну что, друзья. Вот такой вот выпуск про еду на Бали. Надеюсь, вам он понравился, потому что я постаралась максимально полезно рассказать о том, как здесь обстоят дела. Как у меня еще проходит, я работаю. Хоть где, мне важен интернет просто. Я прихожу в некоторые кафешки. Бьем твой милк, например, в такое местечко. Очень приятное место, спокойная атмосфера, хорошая еда. Удобно там работать. Мне очень нравится. Есть, конечно, каворкинг. Я думаю, что я сделаю отдельный выпуск, посвященный каворкингам. Если это нужно, напишите в комментариях. Вообще, напишите, что вам интересно знать про Бали. Потому что пока что я здесь. Могу здесь снимать эти выпуски. Я планирую скоро улететь на каникулы и потом вернуться сюда вновь. Потому что Бали – это большая любовь. Если вы здесь не были, приезжаете. Если вы давно не были в отпуске, тоже приезжайте. Потому что здесь просто кайф. Здесь действительно и вкусно в том числе. Кафешки есть на любой вкус абсолютно. От суш до вегетарианских, до роу-еды. То есть все сырое. Например, алхимия в Убуде или с детств вегетарианских. Где готовят полезную еду вегетарианскую так, что вы даже не поймете, что там нет мяса. То есть Бали в этом плане действительно и Чингу. Здесь столько барчиков, столько вкусных местечек появилось. Наверное, нам нужно сделать выпуск, да, столп мест каких-то Чингу и Убуда вкусных и прикольных. Потому что в ходе, например, мне нравится потрясающий тост с персиками, с орешками, боже. И здесь, понимаете, в каждом местечке есть какие-то вот такие вот свои фишечки. Фучинти потрясающий абсолютно чизкейк. Невероятный тоже, боже. Ты думаешь, что его делали боги? Это так вкусно. Ну, как вы понимаете, в кейде здесь нет никаких вопросов. Фрукты тоже есть в доступе, есть везде рынки, их можно купить. Поэтому единственное, что цены не супербюджетные. Но Бали, Бали он и не будет теперь никогда уже дешевым. Все, закончились ковидные времена. Да здравствует восстановление прошлых цен. Вот такой вот выпуск, друзья. С вами была я, Кристина Левина, путешественник Турагент. Увидимся в следующем выпуске.